Это Бархатка и она живет в Барнаульском приюте Бусинка. Мы с ней познакомились сегодня, но уже несколько месяцев я являюсь ее финансовым куратором. Она появилась у меня, когда сотрудники Сибирской генерирующей компании, а я тоже являюсь сотрудницей Сибирской генерирующей компании, выступили с инициативой создания проекта помощи животным. Проект назвали заживое, и к нему постепенно присоединяются все филиалы Сибирской генерирующей компании. Каждый месяц на ресурсах СГК появляется информация о приютах, которым нужна помощь. Барнаульский приют Бусинка стал первым участником проекта, и сегодня Светлана, владелец приюта, нам проведет своеобразный рум-тур и покажет, как живут кошки и в чем вообще нуждаются животные. Мы сейчас находимся в одной из комнат, у нас всего 11 комнат. Большое количество животных у нас, конечно, появилось вот три года назад, как только мы сюда переехали, то есть у нас всегда больше 450 котиков. Мы все равно их приучаем к когтеточке, к лотку, у них всегда есть еда, всегда вода, и тоже лежанки кладем, чтобы котикам было максимально комфортно здесь находиться. Мы всегда зовем в гости, нам можно просто приходить там, почесать котиков, пообщаться с животными, мы всегда только за, мы всегда рады, то есть мы открыты для людей. Нам можно принести, вот нам принесли детский манежик, мы тоже говорим, это нам тоже нужно, мы постелим туда лежаночку, и котики там будут лежать. То есть старое постельное белье, там, какие-то лежаночки, тазики, это все нам всегда нужно, и мы это всегда с радостью принимаем. Космос. Как имена им, кстати, придумывайте, как-то в зависимости от того, где нашли, или может быть... Либо где нашли, либо чем кот отличился, то есть там вообще... Он хочет дать интервью, дайте слово, дайте слово. Его нашли, он выпал из окна на космонавтов, видимо, у кого-то, но хозяев мы так и не нашли, поэтому космонавтов мы решили, что он будет в космос. Сейчас он усядется. Усядет? Прекрасно. Вот так и будем продолжать наше интервью. Нам не меньше места, о чем ты думал. Все, ему комфортно. Он улегся. Травмированных мы, конечно, берем без очереди, особенно когда другие приюты переполнены, и не могут взять даже травмированных, тут речи никакой не идет. Если к нам поступает травмированное животное, мы обязательно ставим водные знаки на фотографии, потому что мошенники очень часто берут фотографии волонтеров и пытаются делать сбор на этом. И, к сожалению, очень многие люди верят и перечисляют деньги. Ну и все равно мы стараемся работать именно на пристрой, то есть чтобы у нас коты не задерживались, не сидели очень-очень долго. Мы забираем с улицы, обрабатываем, кастрируем, стерилизуем и пристраиваем. Вообще мы кошачий приют, именно специализируемся на кошках, но так получилось, что сейчас у нас здесь проживает 48 собак. На них была вызвана полиция, чтобы произвели отстрел, потому что собаки были испуганы и могли проявлять агрессию к людям. Каких-то собак бросали на трассах. Мы таких песиков забираем. Да, мы начали вести Инстаграм, когда мы поняли, что самостоятельно обеспечивать такое количество животных нам уже не под силу. То есть нам нужна помощь какая-то извне. Чем больше о нас узнают, тем больше к нам приезжают, соответственно, тем больше помощь. Эстафету проекта «За живое» приняли уже три города присутствия сибирской генерирующей компании. Барнаул, Кемерово и Абакан. При этом удалось оказать не только информационную поддержку, но и некоторым животным найти новый дом. Но прежде чем рассказать о проюте в наших социальных сетях и на сайте, наши сотрудники сами проверяют эти места. Если у вас есть желание помогать, но вы еще не нашли проюс, следите за новостями в наших социальных сетях и на информационном портале. Присоединяйтесь к проекту «За живое». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова